Сложная операция необходима маленькому Ильясу Курбанову из Махачкале. У мальчика врожденный порог сердца. И сейчас помочь ему может повторная операция, средств на которую у семьи пока нет. Но могут появиться при поддержке РУСФОНДА и всех неравнодушных. Подробности в материале Асиат Асидовый. РУС и СИЯ. А все вместе, если сложить? РУС и СИЯ. Ильяс готовится к школе. Читать по слогам у него уже получается. Будет ли мальчик полноценно усваивать учебную программу, зависит от операции, которую предстоит сделать. У Ильяса Курбанова врожденный порог сердца. Причем два дефекта межпредсердной перегородки. Одну эндоваскулярную операцию мальчик уже перенес в центре имени Бакулева. Тогда с помощью так называемого оккулюдера врачи устранили 12-миллиметровый дефект. В 16-м году, когда мы это узнали, было тяжело, конечно. И разговаривать не было. Можно сказать, не жила. Вот весь этот год, пока мы не провели эту операцию, я даже не помню некоторые моменты, как они прошли. Разницу поведения Ильяса после операции заметили многие. Мальчик изменился внешне. Да и сам пациент охотно рассказывает о своих прогулках по Москве, о походах в музей и планетарий. А что тебе в Москве понравилось? Ну, один раз и второй раз поехали. Даже там понятное было музей. Второй дефект относительно небольшой, но жить с этим опасно, говорят специалисты. Родители решили доверить ребенка тому же кардиохирургу. Этот человек единственный, который нам дал надежду и сделал это. И поэтому мы как-то, в принципе, вторую, наверное, другие хирурги тоже сделали. Я не говорю, что в нашей стране нет таких там врачей, которые не сделали. Просто мы к этому врачу, он как-то уже расположился к ребенку. Он уже знает нашу семью. Стоимость операции 222 тысячи рублей. Донор внесет 100 тысяч рублей. Необходимо собрать еще 122 тысячи. Чтобы помочь Ильясу, достаточно отправить СМС-сообщение со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Росфонда.